Развязка в женском одиночном фигурном катании получилась невероятно трагичной. Многие полагали, что 15-летняя Камила Валиева сумела выдержать огромное давление. Предварительное первое место давало основание предполагать, что фаворитка соревнований получит ожидаемое золото. Но эксперты ошиблись. Воспитанница Тутберидзе буквально рассыпалась, выступая под вечную классику болеру. Сначала пошли ошибки, а затем и падения, которые поставили крест не только на золотой награде, но и на подиуме в целом. Очевидно, что такая развязка имела большой отклик в западной прессе. Первые полосы американских и британских изданий заняла Валиева, скрывающая свои слезы от фотоаппаратов. Британский таблоид Independent отмечает. Стресс минувшей недели, а также, вероятно, слишком высокие ожидания стали для Камилы тяжелым грузом. Она коснулась руками льда после тройного акселя, затем дважды упала. К моменту оглашения оценок слезы уже текли, а трибуны поддерживали Валиеву, говорится в обзоре. Daily Mail в ярких красках описала состояние Валиевой после провального проката, обратив внимание на эмоции россиянки. Подросток из России Камила Валиева осталась безутешной после неудачи в произвольной программе. Она потерпела ее на фоне продолжающегося скандала из-за допинг-теста. Похоже, давление сыграло свою роль, и девушка упала дважды, что позволило ей занять лишь четвертое место. Когда музыка закончилась, Валиева обхватила голову руками. Потом она склонила голову и покинула лед. Будучи полностью удрученной выступлением, пишет издание. Норвежские эксперты на страницах НРК в один голос сочувствовали Валиевой и подчеркивали, что ее нельзя было ставить в такое положение. Неслыханно, чтобы детям приходилось проходить через такое, возмущается комментатор Эспен Ретера Трунас. Ее поддержала пятикратная чемпионка Норвегии по фигурному катанию Камила Йорсим, назвавшая всю эту историю душераздирающей. Произвольная программа Валиевой произвела душераздирающее впечатление. Ее нельзя было ставить в такое бесчеловечное положение, и ей не нужно было сегодня выступать. Было ужасно видеть ее настолько сломленной, сказала Йорсим. Очевидно, что тема с поражением Валиевой получилась настолько горячей, что о победительнице почти не говорят. Очевидно, что Камиле еще долго придется переживать повышенное и в то же время предвзятое внимание со стороны прессы. Мы пожелаем ей крепости духа и никогда не сдаваться.